Мою семью можно счесть одной из счастливых, потому что, на удивление, из ближайших родственников, моей бабушки, дедушки и даже и прабабушки и прадедушки, не были в лагерях, и никто из них не был никогда расстрелян. Это не какая-то моя попытка расправиться с моей собственной личной маленькой травмой, а это моя попытка выяснить отношения, поговорить с прошлым той страны, в которой мы все живем. И мне ужасно кажется важным, что проект «Последний адрес» не предполагает никакого наказания виновным или никакого даже поругания виновных. Он предлагает память о жертвах. Вот просто память. Ты идешь по городу, ты смотришь на какой-то дом, и вдруг ты видишь эти таблички, ты присматриваешься, ты видишь эти имена, всплывают люди, которые ушли когда-то из этих домов навсегда, абсолютно безвинные, просто раскатанные государственной машиной. Мне кажется, что участие в том, чтобы вот эта память была, я не знаю, восстановлена и предъявлена, это какая-то там ужасно освободительная вещь. Вот любой человек, который поучаствует в этом проекте, ну, самое легкое – это деньгами. Ничего более легкого не придуманного, потому что гораздо сложнее, да, там, ходить по инстанциям, чего-то добиваться и вообще там. Просто перевести деньги – это всегда самый легкий шаг, даже если ты, совершенно не важно, сколько ты их переводишь. Вот иметь к этому отношение – это какая-то для каждого человека важная и очистительная вещь. Лично я возможность поучаствовать в проекте «Последний адрес», в том числе и материально, скажем так, воспринимаю просто как какой-то подарок для себя, потому что это такая маленькая вещь, после которой каждому человеку, который как-то в этом поучаствовал, я уверена, становится легче жить.